Подписчики, привет! Вы на лучшем автомобильном канале на YouTube, который посвящен тюнингу старых BMW. Я не побоюсь этого слова, я являюсь экспертом международного уровня в вопросе борьбы с ржавчиной и превращения вот таких вот старых BMW в что-то более стоящее. Но в строительной сфере я не такой опытен, как вы можете подумать, глядя на мои камуфляжные штаны и на универсал на заднем плане, но тем не менее я уже имею какой-то опыт и буду делиться своим опытом с вами, а вы уже делаете выводы сами, как полагается. В сегодняшнем ролике я дам вам топ-5, а может быть и 7 советов по тому, как правильно выбрать участок. Ведь правильный выбор участка это залог, в принципе, успеха и постройки вашего частного дома или жилого дома, или дачи. В общем, все начинается с участка, именно с выбора участка. Как же выбрать участок? Я думаю, что если вы живете в каком-то определенном городе или пригороде, то вы примерно уже для себя знаете, в каком районе вы хотите именно найти себе участок или готовый уже дом. Но так как у нас будет про строительство, то, наверное, давайте будем выбирать участок именно по строительству дома. Лучше всего, конечно же, это сесть на велосипед или на машину. Ну, я советую лучше все-таки, наверное, на велосипед, потому что вам нужно будет больше времени для того, чтобы проникнуться атмосферой, может поговорить с какими-то людьми и проехаться по району, посмотреть для начала, где какие участки продаются. Допустим, вот участок, который продается, написано продам и номер телефона. Можно вот таким вот образом найти участки, которые не выставлены в интернет на продажу. Ну, конечно же, первоначально нужно поискать все-таки в интернете нужный вам бюджет и нужную вам площадь участка. После того, как вы выехали уже на место, можно проехаться, поискать участки, которые с надписями продам. Они будут по-любому в каждом районе. Ну, пару участков таких вы найдете совершенно верно. Но самый такой идеальный вариант – это выехать в выходной, чтобы была хорошая погодка, и поговорить именно с соседями, рядом с которыми вы хотите приобрести участок. Привет! А вы не в курсе, никто не продает здесь дом где-нибудь недалеко? Или участок? Участок? На Кривушах? Вот сразу на спуске, там едете, едете, и там, получается, будет раздвоение вот так, и там вот так вот сразу на дом едете. Ага, хорошо, понял, спасибо. Спасибо. Вот видите, даже дети, даже дети знают, где какой участок продается. И автоматически у нас второй подпункт – это соседи, с которыми вы будете жить. Ну, это не второй по значимости подпункт, но очень немаловажный. Соседи должны быть нормальные, адекватные, такого, мне кажется, среднего класса – это самый лучший вариант, потому что, ну, сильно бедные соседи тоже, как бы, не такой контингент, не сильно благополучный. И также сильно, там, с дворцами Путина какими-то рядом жить – это вам тоже будет очень не на руку, потому что, ну, лишнее внимание, лишний контроль – он тоже, как бы, ни к чему. Третий пункт, ну, который должен быть вторым, наверное, это то, что подразумевает наличие какого-нибудь рельефа, перепада рельефов или наличие грунтовых вод, близких к поверхности. Ведь для успешного строительства нам нужно построить наш дом в месте, который не является болотом. Лучше всего это определять именно весной, вот в такую вот погодку, приходить на участок, смотреть его ровность, смотреть наличие каких-то увлажнений поверхностных, какие-то искать канавы и смотреть, как влага стоит в них, в этих участках или не стоит. Также можно пройтись по улице, опять же, поспрашивать соседей, что происходит с грунтовыми водами, есть ли в подвале у них вода или нет. Также можно подзаглядывать в какие-то места, какие-то колодцы и самому посмотреть, есть ли там на глубине какая-то вода. Потому что вода – это реально очень большой враг при строительстве. Ваш дом может просто уплыть, если вы построите свой дом на каком-то плывуне. Конечно же, это не стопроцентный вариант, нужно заказывать геологию, делать нормальную георазведку вашего участка, чтобы понять, какие грунтовые воды, как они расположены. Но, в принципе, в целом, для общей картины этого будет достаточно. Посмотрите, мы прошлись буквально 50 метров и нашли старый какой-то котлован, который кто-то вырвал походу под подвал. Можно заглянуть туда, а также спуститься и посмотреть, влажно там или нет. В нашем случае глубина где-то 20,5 метра, и там еще нет воды. То есть, это хороший признак. То есть, с водой можно закрыть вопрос. Четвертым немаловажным фактором является наличие коммуникации. Первое, что я подразумеваю под словом «коммуникация», это наличие нормальной асфальтовой дороги. Ведь вы на своей шикарной машине должны подъезжать в идеальном мире по хорошей дороге к своему участку, на котором будет расположен ваш шикарный дом. Поэтому наличие асфальтовой дороги – это, конечно же, плюс. Но если есть хорошая уже многолетняя укатанная грунтовка аккуратная, это тоже имеет место быть. Но очень прошу вас, остерегайтесь новых каких-нибудь коттеджных поселков, где еще никто не построился. Ведь если вы построитесь одним из первых в этом поселке, вы будете наблюдать картину, как строительная техника будет вокруг ваших окон ездить и разбивать эту дорогу. И, возможно, даже если у вас какая-то супернизкая тачка, вы не сможете в какую-нибудь плохую погоду проехать по этой дороге. Второе, что я хочу сказать про коммуникации – это коммуникации именно свет и газ. Смотрите, можно пройти, даже посмотреть, в каком состоянии какие-то распределительные щитки, трансформаторные, есть ли они вообще, в каком они состоянии находятся, и как далеко, на каком удалении от последнего столба до вашего участка вообще это все находится. Ведь провести с нуля… Ведь провести с нуля электричество, если оно находится очень далеко, это будет очень накладно. Также по поводу газа. Подумайте изначально в своем проекте, как вы хотите отапливать ваш дом. Это или твердотопливный какой-то котел, это или газовое, или электроотопление. Я выбрал электроотопление, потому что, ну, это самый такой и бюджетный, и в последующем это очень дешево будет, ну, так как я посчитал для моего региона. Учитывайте особенности именно вашего региона. Если у вас в регионе среднегодовая температура не слишком низкая, то можно подумать и про электроотопление. А если все-таки вы живете где-то на каком-нибудь крайнем севере, то, конечно же, лучше, чтобы был и газ, и дублировалось это все и электрикой. Также можно увидеть какие-нибудь подводы газа вообще, как далеко этого есть. Потому что газ – это реально очень дорого. Если есть участок уже изначально с газом, то лучше немножко переплатить и купить участок с газом и светом. Но, конечно же, я так не сделал. Я свой участок купил в чистом поле, без света, без газа, без соседей, без ничего. Также к коммуникациям можно отнести мобильную связь и интернет. Если мобильную связь вы можете проверить, стоя на вашем будущем участке, при помощи своего телефона, смотреть, сколько палочек, как она ловит связь вообще. И интернет вы можете проверить под таким вот таким соединением, которые именно интернетовские висят в округе. Висят ли они вообще? Потому что мы знаем, что жизнь без интернета, ну, она невозможна. Выбирайте районы с относительно новой застройкой, потому что, смотрите, уровень дороги. Уровень дороги должен быть вровень или даже лучше ниже, чем участок, чтобы заезд был немножечко вверх. Потому что со временем дорога будет ремонтироваться, подсыпаться и вас могут ждать очень такие печальные моменты, которые я вам сейчас покажу в следующем кадре. Мы сейчас доедем и покажу. Вот так вот примерно. Вот это вот реально очень хорошо и нормально. Видите? Немножечко буквально вверх идет ваш участок. Это и вода с него будет стекать на дорогу, если вы любите помыть машину во дворе. И в целом проблем никаких не будет именно с последующим обслуживанием вашего участка и придворовой территории. В старых районах вы можете наблюдать картину, когда дорога уже несколько раз насыпалась и у вас очень резкий идет перепад с дороги именно к участку. Поэтому вся влага и дождевые осадки будут скапливаться именно у вас на участке. Поэтому внимание! Также, если вы надумали покупать участок с каким-нибудь ветхим строением, которое под снос на участке, вы, например, покупаете участок за 5000 долларов с ветхим домом. И вы должны понимать, что для того, чтобы снести этот ветхий дом и все, что находится на участке, вам нужно потратить практически еще около 5000 на вывоз этого мусора. То есть у вас уже получается участок в 10000. А, как правило, вокруг ветхого дома все остальные дома такие же ветхие и вот такие захолустья. И нужно ли оно вам, вот эти вот проблемы, за такие деньги? Еще одно место, где у меня не получилось купить участок и вам не советую такие места. Вот вроде бы как ровный участок, все нормально, на кадастровой карте тоже все как бы хорошо. Но приезжая на местность, вы поднимаете голову и видите, что здесь идет линия высоковольтная ЛЭПа такая вот. И даже слышно, как она немного потрескивает. В общем, вблизи вот таких вот скоплений проводов или каких-то коммуникаций, будь то надземные или подземные, здесь, ну, особенно в черте города, если вы пытаетесь строиться, то под вашим участком легко может проходить какая-то теплоэлектростанция, тепло-водоснабжение, в общем, какие-то трубы быть, зарытые именно коммуникации. И на кадастровой карте этого не будет видно, но вы можете всю техническую документацию, опять же, в том же водоканале получить или в Облэнерго. Конечно же, если вы строитесь где-нибудь за городом, где просто чистое поле, то, конечно, этих вопросов у вас не будет. А если вы ближе к городу или в своем городе пытаетесь построить свой дом мечты, то нужно смотреть и на эти вот все места, ведь жить возле каких-нибудь вышек или линий электропередач, это, скорее всего, не будет слишком полезно. Даже несмотря на то, что если вы уже сделали прививку от коронавируса и сами раздаете 5G, жить возле вышек 5G лучше не жить. Конечно же, лучшим вариантом будет построить участок где-нибудь на опушке леса, вот так как у нас, например, вот этот участок сделан, он возле леса прям построен или возле какого-нибудь водоема, это всегда будет отличный вид, отличный запах. В общем, экология, это тоже очень важно, чтобы не строить вблизи каких-то железных путей или вблизи каких-то крупных автомагистралей. Если вы думаете именно про окружающую среду, в общем, чтобы это было классно, то оно и будет классно. Но опять же, вот такие вот участки, которые прям возле леса, это очень много плюсов сразу и опять же, минусы в том, что эти участки, как правило, очень отдаленные именно от цивилизации, от магазинов, от детских садиков, школ. И ставьте уже, так бы скажем, приоритеты сами для себя, как вам нужно. Если у вас, у каждого члена семьи, который будет жить автомобиль, чтобы можно было легко добираться до, допустим, до той же работы или до того же магазина. Это очень немаловажно, потому что удобство именно жизни заключается в том, чтобы тратить как можно меньше времени на вот эти вот какие-то непонятные движения. Собака убегает. Собака это друг человека и также охранник. Луна, Луна, иди сюда, ко мне, ко мне, беги сюда. У нас охранник уже есть, первым делом перед стройкой мы завели собаку, потому что собака будет охранять. Но такая собака, смотрите, какая она собака. Это лабрадор такой черный, как у Путина. Хоть что-то нормальное у Путина. Ну, у нас канал не о политике, а о стройке. Ребята, задавайте вопросы по поводу выбора участка, как правильно, как неправильно. Давайте свои советы в комментариях под видео на Ютубе. А так, на этом мы завершаем нашу первую серию по строительной теме на моем Ютуб-канале. Пока.